Интервью мамы Димаша Светланы Айтбаевой, 2020 год. Сейчас мы хотим пригласить маму нашей мировой звезды Димаша Кудебергена, Светлану Айтбаеву. Входите, Светлана. Ну, вы уже прибыли издалека. Вы переехали в столицу? Почему опаздываете? Дай-ка поругаю немного вас. Добро пожаловать. Устраивайтесь поудобнее. Да, прошу прощения за опоздание. До сих пор не могу разобраться. Не всегда знаем, где какая улица. Все еще блуждаю. На это уходит очень много времени. Ладно уж, прощаем. Вы же мамы Димаша. Спасибо. Вы с самого детства заметили одаренность Димаша или пока вы пели с канатом? Димаш следовал за вами и так стал певцом? Нет, конечно. Все родители замечают способности своего ребенка. И потом, так как мы сами специалисты в этой сфере, профессионалы, говорят абсолютный слух. Так вот, мы еще в детстве заметили, что у него абсолютный слух. В каком возрасте? Как только начал говорить, как только начал что-то напевать. Говорить он начал рано, в два года он уже хорошо говорил. Поэтому, увидев, что у него такие способности, а также, что у ребенка не было свободного времени, с самого раннего детства мы отдали его в музыкальную школу. Бабушка водила его туда. Сама отводила, сама приводила. У нас не было времени на это. Наша задача состояла в том, чтобы выбрать музыкальную школу, записать, поговорить с педагогами, договориться обо всем. Остальное все старшие делали. Он попал в руки хорошего учителя. Каким был маленький Димаш? Он был послушным. Каким он был? Как и каждый ребенок, он был непоседой. Уходил с головой в детские игры. Руки, ноги вечно в ссадинах. Так носился по улицам, что пыль столбом. Он был очень игривым ребенком. Конечно, и дисциплина была, тем более музыка, это такая сфера. Там надо готовиться, заниматься ежедневно, днями и ночами. Светлана, в такие моменты Димаш не говорил, мне не нравится музыка. Ну, например, я хочу играть в футбол с ровесниками или буду юристом, когда вырасту. Не изменился ли его интерес к музыке? Конечно, это проблема любого ребенка, который учится в музыкальном колледже. Они думают, мое детство проходит как-то не так, я не могу играть, как другие дети. Для ребенка тяжело непрерывно заниматься на инструменте 3-4 часа, поэтому такие проблемы, они конечно были. Но все это остается позади, когда он, поняв полностью, оказывается на одной волне с музыкой и еще начинает участвовать в разных конкурсах, выходить на разные сцены. Это же окрыляет его, конечно окрыляет. Мы знаем Равшана и Мансура, которые идут по стопам, и они тоже не промах. Вы их тоже воспитываете как Димаша? Вы их не делите? Как часто вы их хвалите? Нет, после него мы обоих детей воспитываем по такому же принципу. Чтобы у них не было особо нового времени, чтобы не ходили без дела, чтобы дома не сидели сложа руки. Поэтому мы обоих отдали в музыкальную школу. Равшан тоже училась по классу традиционное пение, но отучившей 2 года она выбрала другое направление. Она ушла в специализированную школу физики и математики, а Абель Мансур остался в своей музыке. Сейчас он учится в 8 классе в специализированной музыкальной школе Казахского национального университета искусств. Кто больше поспособствовал этому, бабушка или вы с канатом? У кого все-таки эта настойчивость была, у самого ребенка или у старших в доме? Не знаю, может это из-за общего воспитания и контроля. Но после того, как отдали Димаша и Равшан в музыкальную школу, насчет Абель Мансура мы были немного беспечны, не хотели ввозить его в школу. Будь это музыкальная школа, будь это спортивный кружок или какое-либо другое место, возить ребенка – это большая работа для родителей. Здесь прежде всего труд родителей тяжелее. Надо распределить время, отвезти и так далее. Сейчас же почти все на платной основе, и для родителей это тоже стоит больших усилий. Поэтому мы не хотели отдавать Абель Мансура в музыкальную школу. Но он своими силами и наставления бабушек, бабушка сердилась на нас, говорила, почему его не отвели в школу, ребенок просто так проводит время. Он самостоятельно играл на дамбре, и у него начала неправильная постановка рук. И тогда в середине учебного года отвели его в школу. Получается, по наставлению, конечно, у них огромное влияние, когда семья большая, в воспитании детей все должны принимать участие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Боже, как же прекрасно поет эта потрясающая женщина. Вот откуда у Димаша такие невероятные верхние ноты в голосе. Просто послушайте это, друзья. Я не буду много говорить сегодня. Я хочу, чтобы вы просто насладились голосом этой невероятной артистки. Я хочу, чтобы вы просто насладились голосом этой невероятной артистки. Друзья, по двух каналов на Ютубе мы теперь есть ВКонтакте. Там мы публикуем все видео, в том числе специальные ролики для наших спонсоров. Там появился опрос на тему ролика Димаша и Шамана. Поэтому, если ты хочешь поучаствовать в этом интересном опросе, то скорее переходи в нашу группу ВКонтакте по ссылке в описании. Также у нас есть канал в Дзене, на котором все наши ролики выходят быстрее, чем на Ютубе. Ссылка на наш Дзен также будет в описании. Ну и, конечно же, мы есть на Рутубе и в Инстаграме. Поэтому мы теперь с вами во всех социальных сетях. И теперь мы по всем фронтам будем прославлять творчество Димаша Кудайбергена. Спасибо, что вы с нами. Я вас люблю, друзья. До новой встречи в новых роликах.